На первый взгляд Путин и Эрдоган очень похожи, такие авторитарные лидеры, некоторые говорят диктаторы. И у России и у Турции в последнее время опять появились имперские амбиции. Но о сходствах и различиях мне рассказала Мария Липман, журналист и главный редактор сайта «Контрапункт». Сравнение Турции и России, конечно, напрашивается. Есть много вещей, которые Россию и Турцию объединяют, и исторические, и в том, что касается сегодняшней ситуации. Я бы говорила о том, что положение Турции и, соответственно, России по отношению к Европе сходно, потому что, с одной стороны, это близкие отношения, хотя бы территориально. Россия находится в значительной своей части в Европе, Турция менее значительная. Но, тем не менее, соседство с Европой, безусловно, делают эти страны вроде бы партнером. Но вместе с тем, и исторически, и теперь, ни та, ни другая страна не воспринимаются в Европе как стопроцентно европейскими. Для России это и внутренняя проблема, которая уходит корнями и в XIX век. Являемся мы частью Запада, не являемся частью Запада. Это проблема, которая не решена и до сих пор, и, возможно, и не будет решена. Что касается Запада, то всегда существует какой-то элемент недоверия, невозможность признать за своих, что называется. И это же касается в большой степени Турции. Турция по-прежнему формально вроде бы является кандидатом на вступление в ЕС. Между тем, этот процесс все откладывается и откладывается, и сейчас кажется еще менее вероятным, чем прежде. Есть такое сходство, как модернизация сверху в XX веке, кемализм и большевизм. Это и хронологически в большой степени совпадает, по крайней мере, начальные точки. И вот такая насильственная, мощная модернизация сверху, конечно, тоже объединяет две страны. Если говорить о сегодняшнем дне, то события последнего, текущего десятилетия – это массовые протесты в России, потом присоединение Крыма к Российской Федерации, которые привели к ужесточению режима, сейчас не буду вдаваться в подробности, а в Турции это тоже массовые протесты, и затем неудачная попытка Путча, которые тоже привели к существенному ужесточению режима. Россия – страна христианская, Турция – страна исламская. Это очень важное различие. Да и роль, и религии, и церкви в России, разная в Турции и в России. Совсем такая простая вещь. Для любого человека, который хоть раз побывал в Турции, в течение дня можно видеть толпы людей, которые устремляются в мечети, причем это и молодые люди, и люди из офисов, и в столице, и в любых других городах в России. И посещение церквей – это удел незначительного меньшинства. Можно говорить и о роли военных, которые были просто ведущей политической силой в Турции в течение длительного очень времени. Это только в последнее время Эрдогану удалось подчинить армию себе, вот после неудачной попытки Путча. В Советском Союзе и в России военные не играют такой роли, не являются политической силой. Есть еще, конечно, различия. Это вот одождествление в Турции себя как мусульман, то, что является очень важной частью политической риторики. Эрдоган может говорить о том, что мы прежде всего мусульмане, потом турки, и называть разные другие суннитские мусульманские группы по всему миру. В России такой политической риторики нет. Большая разница, по словам Липман, есть и в положении журналистов, особенно после Путча против Эрдогана 16-го года. Если формулировать это именно как ситуацию журналистов, то разница огромная. В Турции значительное очень количество журналистов находится за решеткой. В Турции закрыто решением властей значительное очень количество, называют цифры, до 200 средств массовой информации. Это кампания жестких репрессий в отношении СМИ. В России ограничение свободы СМИ происходит путем других механизмов. При этом факторы, которые называют люди, пишущие о СМИ, вроде бы похожи. Это самоцензура, но понятно, когда есть преследование, есть самоцензура. И собственность на средства массовой информации, которая принадлежит в обеих странах, судя по всему, в Турции так же, как в России, крупному бизнесу. Однако в России используются более изощренные и менее жесткие способы для того, чтобы ограничивать свободу прессы. И у нас журналисты за решеткой не сидят. Власть очень успешно использует именно фактор собственности, потому что любой собственник средств массовой информации, человек, у которого есть другие бизнес-интересы, не станет ими жертвовать ради того, чтобы обеспечить свободу СМИ. И по буквально полнамеку со стороны властей собственник легко идет на то, чтобы уволить своего главного редактора, который стал излишне дерзким, и потом поменять редакционную линию. Что, впрочем, не означает, что все поют как-то с одного голоса, и что такое издание, где поменялась редакционная линия, сразу превращается в голос Кремля. Сегодня Россия и Турция сотрудничают так тесно, как никогда, хотя совсем недавно было не очень ожидаемо, что так и будет. Где границы этого сотрудничества, и что все-таки сплотило Россию и Турцию? Об этом мне рассказал Гюнтер Зойферт, эксперт по Турции в фонде наука и политика. Границы партнерства в экономической сфере в том, что Турция намного более зависима от России, чем Россия от Турции. Это касается в основном энергетического сектора. Из-за этого торговый баланс двух стран негативный для Турции. В средней перспективе это так не может оставаться. Что касается внешней политики, турецкая политика десятилетиями определялась страхом перед Россией. Поэтому она и вошла в НАТО. И сегодня Россия вдруг стала соседом Турции не только на севере, но и на юге. Это небольшая катастрофа для традиционной внешней политики страны. В то же время мы видим, что главным фактором сближения этих двух стран является политика Запада, по крайней мере, как ее видит Турция. Турция на Ближнем Востоке сталкивается с политикой США, которая приводит к распаду государств в Ираке, в Афганистане и частично в Сирии, и опасается того, что в конечном итоге распад коснется и самой Турции. Если говорить конкретно, то это поддержка курдов в соседней Сирии. То есть Турция воспринимает Запад и США как угрозу своей территориальной целостности. И это ощущение разделяет большинство граждан Турции. То есть на данный момент именно политика США все больше сплачивает Турцию и Россию. Турция – член НАТО, организации, которая видит себя не только как военный союз, но и как сообщество, которое разделяет общие ценности. И Россия вроде видит себя все еще как часть Европы. Я спросил Гюнтера Зойферта, насколько эти страны вызов для Европы. И получил любопытный ответ. И Турция, и Россия являются проблемными для Германии, но в разной степени. Германия, Запад и НАТО частично видят Россию как военную угрозу. В случае с Турцией такого нет. Турция скорее является проблемной тем, что контролирует миграционные потоки, имеет влияние на турецких мигрантов в Германии и является незаменимым партнером в борьбе с терроризмом, если говорить об исламском государстве. Поэтому у Турции много рычагов. У Германии по отношению к Турции есть экономические рычаги, но их использование обходится нам очень дорого. Я правильно поняла, что он имел в виду как раз США. Именно. Мария Липман, кстати, в дискуссии с этим согласилась. Во время дискуссии она сказала, что именно американская риторика о том, что нужно наказать Россию, это облегчает Путину задачу. На сегодняшний день Россия находится под санкциями. Санкции постоянно расширяются. И речь идет о том, что они будут и дальше тоже расширяться. Поэтому отношения с Соединенными Штатами в России – это отношения конфронтации. Тут уже других слов не подберешь. И перспектив улучшения этих отношений нет. В Турции есть очень существенные факторы, недовольство, но тем не менее, все-таки не надо забывать, что Турция – страна НАТО. Поэтому какого-то рода сотрудничество военное должно существовать. При том, что те формы сотрудничества, которые существовали в России, с выходом Америки из целого ряда договоров о разоружении, в общем, это сводится практически к нулю на сегодняшний день. Так что, ну да, Турция тоже воспринимает Америку как недружественную страну, но не в такой степени, как Россия. И, конечно, Турция не находится под санкциями. Мне стало интересно, Морец, как выступление Марии Липман воспринимали там в зале, потому что, учитывая то, что я только что услышала, у нее довольно такая нетрадиционная позиция оппозиционера. Ну, она не оппозиционер, она ученая. И это, кстати, говорит о том, что именно этот центр изучения, в том числе и России, достаточно взвешенный. Ее там воспринимали хорошо, хотя она выступила, можно сказать, с Руслан-Ферштиерской позицией. Например, она сказала и считает, что Путин, по сути, вернул России привычные для нее состояния. Ну, по-моему, это совсем не новая мысль. Я думаю, что Россия не может быть такой страной, как Германия или Франция, а Германия не может стать такой страной, как Франция. Но я думаю, что если мы посмотрим на историю России, то мы увидим, что действительно традиционной политической культурой или политическим порядком для России является доминирование государства над обществом, слабость институтов и централизация власти. Это было справедливо для Российской империи. Не забудем, что Россия не была даже конституционной монархией, а была абсолютной. Конституция в России появилась очень поздно. Я имею в виду еще Российскую империю. Ну, не говоря уже о Советском Союзе, государство, которое управляло с помощью террора значительно на протяжении своей истории. У нас на протяжении XX века было два периода, когда государство ослабло. Это произошло в результате двух очень существенных разрывов истории. Это крах Российской империи в 1917 году в результате революции и крах Советского Союза в 1991-м. За этим последовало ослабление государства, радикальное ослабление государства с усилением, ну, если мы говорим про более близкий нам период, допустим, тех, кого принято называть олигархами, которые за счет государства во многом обогащались, пользовались его слабостью, но не произошло усиление общества. Это, мне кажется, очень важно. Был период, когда слабыми было и общество, и государство. И то, что те трансформации, которые осуществлял Путин с первого дня своей власти, с начала 2000-х годов, они, собственно, свозились к тому, чтобы восстановить централизацию власти, укрепить легитимность ее в глазах граждан и восстановить, я не побоюсь этого слова, привычное, традиционное для России состояние, когда государство в лице централизованной власти в Кремле доминирует над всеми остальными институтами, над обществом и над элитами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова